11.06 в Кире. Начинается программа «Дневной разворот». В студии сегодня Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте. Оба часа мы сегодня работаем на прямой связи со слушателями. Телефон прямого эфира 211-101. Дневной разворот. Разговор со слушателями сегодня 211-101. У нас прямой эфир. Напоминаю, что записи, аудиозаписи дневных разворотов вечером вы можете послушать на сайте эхокирова.ру. А также напоминаю, что теперь на нашем сайте доступны расшифровки, то есть текстовом исполнении программы «Особое мнение». Вот сейчас уже расшифрованы программы, которые вышли в понедельник и вторник. Я так понимаю, в понедельник и вторник. То есть для любителей почитать, может быть, поцитировать, пожалуйста, эти текстовые варианты программ доступны. Так, давай пройдемся по нашим темам сегодняшним. Ну, во втором часе у нас будет тема, связанная напрямую с благоустройством города. Я бы так сказала. Мы подводим итоги вчерашнего заседания городской думы, где утвердили изменения или новые правила благоустройства города. И это третий заход на правила благоустройства. Тоже свои изменения, касающихся рекламы, касающихся размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях, касающихся контейнерных площадок, кто должен их содержать, в каком виде они должны быть, что особенно актуально в свете грядущего увеличения тарифов за вылаз мусора. Об этом будем говорить с Дмитрием Печенкиным, заместителем начальника департамента городского хозяйства администрации города, сегодня после 12 часов. В первом часе тема у нас тоже важная. Я бы сказала, она такая, на первый взгляд, вроде бы касается бизнеса, а на самом деле, мне кажется, касается всех нас, потому что речь идет о безопасности продуктов, которые мы покупаем, продуктов, которые поставляют, в свою очередь, в торговые сети, в том числе небольшие предприниматели, салаты, молочная продукция. Мы к этой теме обращались. Уже в пятницу к нам приходили представители Россельхознадзора, ведомство, которое разработало систему электронной сертификации. Сегодня у нас в гостях управление ветеринарией Кировской области, главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Чучалин. Сергей Федорович, здравствуйте. Добрый день. Вот, тема у нас та же самая, будем разбираться, потому что 1 июля уже близко. Да, у нас, кстати говоря, в прошлую пятницу, когда с Россельхознадзором мы этот вопрос поднимали, было очень много звонков со стороны предпринимателей. Систему Меркурия мы также обсуждали в программе «Разворот на бизнес», когда приходили сюда сыроделы. Это их тоже касается, безусловно. И нас тогда интересовал вопрос, как эта система, правильно они говорят, как эта система скажется на конечной стоимости продукции. Но мы, наверное, к этому вопросу подойдем попозже. А сейчас слушателям нужно пояснить, что вообще это такое, система Меркурия, и для чего инициирована была электронная сертификация, да, какие этапы она проходят. Потому что 1 июля не за горами, и часть продукции уже электронную сертификацию прошла, а список этой продукции может быть расширен. Например, с 1 июля предлагалось ввести электронную сертификацию готовой молочной продукции, такой как молоко, кефир, ряженка, сливочное масло, салаты и прочее. У нас зародилось такое подозрение после пятничной программы, что не все предприниматели понимают, как пользоваться электронной сертификацией, какие... И вообще надо им участвовать в этом процессе или можно обойтись. И какие деньги, если участвовать, то какие деньги предприниматели будут за это платить. Вот весь этот комплекс вопросов задавался в ту пятницу. Нам кажется, что не до конца еще люди разобрались, не все еще разобрались в этом вопросе. Поэтому начнем с начала, что называется. Для чего и кем была инициирована электронная сертификация продуктов питания? Сразу скажу, что в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и расширением Евразийского экономического союза увеличился грузооборот товаров, а значит и риски, связанные с перемещением продукции животных. В целях обеспечения прослеживаемости и безопасности продукции президентам Российской Федерации и Минсельхозу Российской Федерации поручено внести изменения в закон Российской Федерации о ветеринарии, в соответствии с которыми правительством Российской Федерации приняты подзаконные акты. С 1 июля 2018 года действительно на товары, подлежащие ветеринарному контролю, вводится обязательно электронная ветеринарная сертификация. То есть до этого момента она могла быть бумажной или электронной? Да, сейчас проходит переходный период, в течение которого документы ветеринарно-сопроводительные оформляются как на бумажных носителях, так и в электронном виде уже в системе «Меркурии». Нужно сказать, что в первую очередь тот перечень товаров, которые на сегодняшний день сопровождаются ветеринарно-сопроводительными документами, к нему большинство уже организаций по производству, по переработке оформляет ветеринарно-сопроводительные документы. Во-вторых, хотел бы отметить, что с 1 июля вводится дополнительный перечень товаров, на которые в настоящий момент документы не оформляются. Они не нужны были, теперь надо будет. Да, действительно, нужно будет, как вот в рамках действующего законодательства мы сегодня ведем разговор, оформлять документы на готовую молочную продукцию, в том числе хлебобулочные изделия, содержащие продукцию животного происхождения, салаты и так далее. Данный перечень был утвержден приказом Минсельхоза 648 в прошлом году, но в связи, опять же, с таким обсуждением на различных площадках, на форумах, общественные организации задают вопросы и обозначают проблематику вот такого очень широкого круга, значит, участников оборота электронной ветеринарной сертификации, чтобы снизить риски, наверное, предпринимателей, снизить расходы времени, я бы сказал, на электронную ветеринарную сертификацию продукции. Поэтому сейчас в настоящее время на сайте Regulation.gov.ru размещен разработанный Минсельхозом России проект приказа, который данный перечень изменяет, вносятся изменения. Подождите, давайте, Сергей Федорович, еще раз поэтапно. Итак, с прошлого года, когда была объявлена, что выйдет электронная сертификация, часть производителей уже стали сертифицировать свои продукты в электронном виде. Какой продукции это касалось? Продукция, в первую очередь, молочная, мясная, сырье, мы говорим, да, сырье, это молоко, получаемое на предприятиях по производству молока, сельскохозяйственной организации, это мясо, мясная продукция, это мясокомбинаты, убойные пункты, это касалось молока, яйца, ну и так далее. Что делали предприятия, как они сертифицировались, вот схема, вот нужно теперь, куда заходили, что делали, что получали? Нужно сказать, что мы к данной работе подошли с 1 января 2015 года и действительно проделали большой объем работы. И уровень готовности на сегодняшний день, вот в отношении того перечня продукции, на которую уже и ранее оформлялись документы, достигает 95%. То есть мы говорим о том, что здесь нового ничего нет, кроме того, что ветеринарно-сопроводительные документы на бумажных носителях, они уходят. Все будет оформляться в электронном виде уже через систему интернет. Вот хозяйство заходили на сайт где? Минсельхоза или Росельхознадзора? Где расположена эта система Меркурий? Росельхознадзор, да? На официальном сайте Росельхознадзора вся информация, посвященная электронной ветеринарной сертификации, размещается. Просто насколько это просто. Вот хозяйство должно было зарегистрироваться. Они заходили на сайт Росельхознадзора, выходили на страничку системы Меркурий, и там можно было прямо вот через интернет зарегистрироваться. Или как это происходило? На сайте Россельхознадзора все пошагово, вся информация размещена, в том числе для регистрации нужно понимать всем участникам оборота продукции, содержащей сырье, продукты животного происхождения, это не только производители, это не только переработка. В чем сейчас новшество? К данной системе электронной ветеринарной сертификации должны быть подключены и вовлечены, в том числе и организации оптовой и розничной торговли. На сегодняшний день мы видим, что не все организации розничной торговли понимают до конца, что они должны быть зарегистрированы в первую очередь. Тоже в Меркурии? Да, в Меркурии. Оформив заявление, форма которого размещена на сайте Россельхознадзора. Прямо на главной странице я вот сейчас вижу. Да, оформив заявление, направляют в территориальное управление Россельхознадзора, в управление ветеринарии Кировской области. В бумажном виде или в электронном? В бумажном виде, да, это официально, с подписью, с печатями. Мы данное заявление принимаем, регистрируем хозяйствующий субъект. Надо понимать, что и не только хозяйствующий субъект регистрируем, но и все площадки, на которых производится переработка, грузооборота, перемещение продукции. Потому что у одного хозяйствующего субъекта бывает нескольких десятков, как взять районы потребительских общества, райпо в районах, сколько магазинов в районах находится. Сетевые магазины, я так понимаю. Магазины, да, федеральные сети и так далее, региональные. Поэтому после регистрации хозяйствующих субъектов и их площадок, хозяйствующий субъект получает дополнительный логин и пароль, чтобы зайти в систему «Меркурий» и осуществлять свои уже права, которые доступа будут определены. Соответственно, чтобы хозяйствующий субъект самостоятельно мог отслеживать продукцию. Система позволяет оформлять заявление хозяйствующему субъекту самостоятельно на оформление ветеринарного сопроводительного документа, что мы считаем ускорит электронную ветеринарную сертификацию. И вот мы этот механизм взаимодействия с хозяйствующими субъектами отрабатываем уже второй год. И мы видим по результатам оценки Федеральной службы Россельхознадзора, Центрального аппарата Россельхознадзора Кировской области входит по разным критериям оценки в группу лидеров. То есть мы из десятки никогда не выходим, и работа высокого ценена. Да, мы сейчас прервемся буквально на полминуты, и я сейчас немножечко для себя резюмирую. То есть система «Меркурий» была создана для того, чтобы на всех этапах от момента получения сырья, мы, положим, получили молоко от коровы, до момента поступления этой продукции в магазин в электронном виде, каждый шаг перемещения этой продукции был зарегистрирован, общедоступен, открыт, было понятно, где, от какой коровы произведено, какого качества, есть ли ветеринарное заключение, оплачены ли все необходимые вещи. Так что то, что мы видим на полке, имеет свою абсолютную историю, как медицинская карточка любого человека буквально. Совершенно верно. И что еще добавить, какая цель преследуется данной электронной ветеринарной сертификации, это в первую очередь, конечно, борьба с фальсификатом. Вот мы сейчас об этом поговорим после короткого перерыва. Продолжаем разговор в рамках прямого эфира с нашим гостем Сергеем Чучалиным, начальником управления ветеринарией Кировской области, главным государственным ветеринарным инспектором. Мы обсуждаем электронную сертификацию продуктов животноводства. Я так понимаю, да? Правильно я говорю? Продуктов питания животного происхождения. Животного происхождения. Совершенно верно. Мы не первый раз поднимаем эту тему, потому что очень много вопросов возникает, прежде всего, у предпринимателей. Но и касается это все равно каждого человека, который является потребителем и покупает творог, молоко, мясные продукты в магазинах и хлеб, если он содержит продукты животного происхождения. Введена система Меркурий, электронная сертификация, которая позволит проследить историю продукта от сырья до конечного продукта на прилавках магазинов. И если, вот сейчас Сергей Федорович нам пояснил, и если уже крупные предприятия, более 90% сертифицировались, и они уже находятся в системе Меркурий, то мы не очень понимаем, что происходит с мелкими предприятиями, потому что очень много производителей, таких как частное хозяйство, фермерские хозяйства, которые, боюсь, в последнюю очередь доходят до электронной сертификации, и это подтверждает наш пятничный эфир, когда звонили предприниматели и спрашивали... Можно я поясню, да? Вот я так понимаю, что звонили как раз те люди, чья продукция попадает теперь под электронную сертификацию, а ранее не попадала. То есть вы сказали, что список будет расширен, туда будут добавлены какие-то новые виды продукции, и вот звонили, Светлана, в первую очередь эти люди. Два разных вопроса. Значит, первый вопрос касается мелких действительно хозяйств, которым, возможно, сложно или дорого сертифицироваться в Меркурии, и что они делают. И второй вопрос — это предприниматели и предприятия, продукция которых попадает в новый список. Давайте начнем с мелких хозяйств, которые есть у нас в большом количестве в регионе, и что с ними происходит. Мы до эфира с вами начали обсуждать эту тему, Сергей Федорович. Вы приводили пример Малмышев. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, нужно сказать, что электронную ветеринарную сертификацию охватывает, еще раз говорю, широкий круг, практически большую часть населения, в том числе занимающихся и личным подсомными хозяйствами, и крестьянско-фермерские хозяйства, и простых обывателей, мы говорим, владельцев животных, этих же домашних животных, компаньонов, собак, кошек, которых владельцы перемещают как по территории Российской Федерации, по территории субъекта, ну и так же говорим, производители молока. Кошек тоже нужно сертифицировать? Аня, ты слышишь? То есть электронная ветеринарная сертификация не только на продукцию распространяется, но и на животных перемещаемых. — Я свою кошку должна сертифицировать? — Мы говорим сертификация... — Подождите, что значит животные перемещаемые? То есть если Светлана свою кошку перемещает из Кирова на дачу в какой-то из районов, например, Кировской области, она должна ее сертифицировать? А если, например, из Кирова в другой регион? — Здесь нужно все называть своими именами. Вот термин сертификация обозначает комплекс, мы говорим, да, работы этой электронной ветеринарной сертификации. Под одним термином складывается, так сказать, многоэтапная работа. В первую очередь владельцы продукции и животных должны быть зарегистрированы, как мы говорим, в системе Меркурия. — Еще живых животных, я прошу прощения за такое уточнение. — Живых, да, конечно, живых животных. Вот опять же мы получаем обращение в управление ветеринарии от населения. По различным каналам, значит, население недопонимают. Тогда, когда мы, проводя ветеринарно-санитарное обследование личных подсобных хозяйств, противоэпизодические мероприятия, просим владельцев зарегистрироваться в данной системе. То есть люди начинают толковать это по-своему, то есть что это нужно для дальнейшего налогообложения и так далее. Значит, чтобы было единое понимание у владельцев всех животных, крупное товарное хозяйство, мелкие, значит, крестьянское, фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, жители городов, владельцы собак, кошек, что каждый владелец должен быть зарегистрирован. Дальше, чтобы при перемещении животных, обратившись в государственную ветеринарную службу, ветеринарная служба оформила электронный ветеринарный сопроводительный документ. Не сертификат, не требуется сертификация или аттестация владельцев животных или собак. Значит, оформляться документ, который оформлялся ранее в бумажном виде на бумажном носителе. То есть, например, я, я, например, везу свою кошку в Москву, например. Моя кошка зарегистрирована в системе Меркурий. Владелец. А я должна быть зарегистрирована. Я зарегистрирована как владелец, значит, кошки курильского бобтейла, Рейнбоу Боб. Вот. Я зарегистрирована. Если я ее везу, со мной должен быть документ. Да? Правильно? С вами документ уже не должен быть. Он, этот документ, будет в электронном виде, вот в этой базе ветеринарного сопроводительного документа с уникальным кодом. А меня будет спросить? При посадке в вагон. Да, это если на поезде. Все носители, смартфоны, планшеты, ну, по сути, все гаджеты, которые сейчас в обиходе находятся у нас, можно открыть ветеринарный сопроводительный документ. Он у меня там в личном кабинете есть. Я его показала проводнику и везу свою кошку спокойно. Ну, вот зачем это нужно для перемещения на поезде? Я понимаю. Раньше справки брали там, да, на перевозку животных, по-моему, в кассе. И билеты отдельно еще покупали на животных, чтобы на поезде перевезти. А если человек везет на машине? Слушайте, мне кажется, это смешно. Но у нас только бабушек... Нет, не смешно. Простите, вот у нас люди пожилого возраста тоже являются владельцами домашних животных. На машине никто тебя не спрашивает. Но для них электронные ветеринарные сертификации, мне кажется, это вообще темный лес. Я бы сказал, здесь не до смеха не только нам, значит, ветеринарной службе. Вот целью, второй целью мы говорим, первая цель – это борьба с фальсификатом, да, и выявление в обороте опасно-некачественной продукции. Но это касается той продукции, которая сегодня бегает, а завтра, извините, на прилавке. Да, вторая цель, мы говорим, она не менее важная. Это борьба с заразными болезнями животных. Предупреждение распространения заразных болезней животных. Что мы за последние десятилетия отмечаем в Российской Федерации, начали регистрироваться, о чем же мы говорим, да, создалось большое экономическое пространство. Мы говорим о территории, да, таможенного союза, который расширяется, вовлекается новое государство. Границ, как таковых, и досмотра на границах не стало. И вот за последние десятилетия мы видим распространение болезней по территории стран таможенного союза. Таких особо опасных, как и африканская чума свинья, ящур, сибирская язва, бруцеллез, ну и другие заболевания. Поэтому, а носителями, вот, возбудителей заболевания являются животные. Если мы говорим, вот, применительно Кировской области, ведь не все так, мы говорим, благополучно. Поскольку тоже бешенство, которым болеют все виды теплокровных животных, их тоже нужно перевозить, знать, да. И государственная ветеринарная служба, оформляя документ при обращении владельца животного, вам при оформлении документа скажет, возможно завозить на эту территорию и возможно ли вывозить с территории неблагополучного пункта данных животных. Потому что животные могут быть носителями тех или иных опасных болезней. Сергей Федорович, можно я разберусь со своей кошкой все-таки? То есть я сейчас могу самостоятельно зайти на сайт Россельхознадзора, зарегистрироваться там или я должна пойти куда? Берете заявление, форму заявления. На сайте? С сайта Россельхознадзора распечатываете, берете форму заявления, направляете в территориальное управление Россельхознадзора или в управление ветеринарией Кировской области. Мы вас регистрируем. В бумажном виде направлено. В бумажном виде, при личном приеме. Мы вас регистрируем. Дальше вы получаете, оформив заявление на получение логина и пароля. Нужно сказать, что данная система Меркурии имеет несколько видов доступа хозяйствующего субъекта, владельца животного, либо продукции к системе Меркурии. Несколько видов и прав доступа. То есть сейчас, видите, если раньше мы оформляли только государственные ветеринарные службы, ветеринарные сопроводительные документы, то с учетом принесенных изменений, право доступа к оформлению ветеринарных сопроводительных документов получают, кроме государственной ветеринарной службы, аттестованные ветеринарные специалисты хозяйствующих субъектов. Для этого нами создано управление ветеринарией совместно с Россельхознадзором, территориальным управлением, комиссия аттестационная. Мы ежемесячно проводим аттестацию специалистов хозяйствующих субъектов. Дальше к оформлению документов подключаются уполномоченные лица хозяйствующих субъектов. Мы далеко от моей кошки ушли, Сергей Федорович. Подождите, давайте мы разберемся с этим частным вопросом. То есть я распечатала заявление, я его оформила, я принесла Россельхознадзор. Я должна принести еще справку из ветеринарной клиники или нет? Ничего не нужно, только ваше заявление. А деньги какие-то надо платить? Все, вся регистрация, все бесплатно. То есть я принесла, осматривать животное кто-то будет? Мы говорим о разных вещах. Мы говорим о регистрации владельца животного. Просто владельца. О чем мы говорим, при перемещении, оформление документа в электронном виде производится после ветеринарного осмотра. То есть я сначала себя зарегистрировала, а потом если мне нужно кошку везти, например, на поезде, я должна что сделать? Хоть на поезде, хоть автомобильным транспортом. После получения регистрации вы обращаетесь в государственную ветеринарную службу. В государственную ветеринарную службу. В частной клинике не сертифицированы. В отношении животных права доступа хозяйствующих субъектов нет и не будет. Право доступа хозяйствующих субъектов к оформлению документов в электронном виде получает на ту продукцию, которая подвернута термической обработке. Нет, погодите, давайте скажем. Сергей Федорович, вы меня подождите. У меня, может быть, предстоит ближайшая поездка. Вот я себя зарегистрировала, дальше мне надо ехать. Я для того, чтобы получить справку, должна идти в государственную ветеринарную клинику. Конечно. То есть я иду, например, у нас их немного, но я иду в государственную ветеринарную клинику. Они меня спрашивают, зарегистрирована ли я в Меркурии. Да? И выдают. Вы, значит, приводите животное. Государственная ветеринарная служба, по вашим данным, значит, да, регистрации, находит вас в системе. После этого осматривают животное, проверяют наличие всех необходимых прививок, исследований. И данные о данных вот прививках, исследованиях заносятся уже в электронном виде в ветеринарный сопроводительный документ, который оформляется. И вам, по вашему желанию, да, может быть выдан на формате АИ-4 данный документ. Либо в электронном виде будет. Он в электронном виде всегда будет. По вашему желанию данный документ распечатывается по желанию владельца продукции животных. И вы спокойно можете ехать. Я могу ехать. Это очень важно, потому что частные клиники и государственные клиники, то есть частные клиники нельзя будет получить уже такой документ. Вот, в таком случае у меня вопрос. Если человек не зарегистрируется как владелец животного в системе Меркурий, он каким-то образом животное свое может провести на чем-то, кроме машины? Или его в поезд просто не впустят, просто со справкой из ветеринарной клиники? Мы скажем о том, что не только перемещение животных и продукции не допускается без ветеринарного сопроводительного документа, но и в редакции 589 приказа Минсельхоза ветеринарные сопроводительные документы должны быть оформлены при смене собственника. То есть груз либо животное могут быть на одном месте, но когда собственник меняется, продукции либо животных, ветеринарные сопроводительные документы должны быть оформлены. Должны быть оформлены, это я понимаю, как по закону, а в жизни это как будет работать. Ну то есть вот я сейчас не верю, что все владельцы кошек в Кирове, послушав наш эфир, сейчас побегут регистрироваться сначала как владельцы в системе Меркурий, а потом дружно побегут в государственную ветеринарную клинику оформлять правку. Нам надо прерваться на полтора минуты, и мы домучаем, наша кошка, моя кошка съела половину эфира уже. Просто это открытие, естественно, для нас, для тебя это тоже открытие, да? Да, для всех это открытие. Мы продолжим разговор на тему электронной регистрации в Меркурии через полтора минуты. Да, начали мы, и даже не подозревали, куда нас заведет сегодняшний разговор. Начали мы с салатов, кальмаров и ряженки, а закончили пока что кошкой, которую надо регистрировать обязательно. С 1 июля внедряется система электронно-ветеринарная, она давно внедряется, с 1 июля будет расширен список, список продукции, которые должны быть зарегистрированы в электронной ветеринарной сертификации, подвержена. И у нас по этому поводу в гостях Сергей Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области, главный государственный ветеринарный инспектор. Аня, посмотри, пожалуйста, результаты опроса в нашей группе ВКонтакте. Да, я могу посмотреть, хотя опрос, конечно, опосредованно с нашей темой связан, но, тем не менее, людям он, мне кажется, будет интересен. Мы спрашиваем вас, качество мясных и молочных продуктов в кировских магазинах за последние годы, на мой взгляд, улучшилось, ухудшилось, не изменилось? Я это не ем. Прямо со знаком воскресания. Так вот, большая часть опрошенных, более 60%, говорит, что качество молочных и мясных продуктов в кировских магазинах за последние годы, увы, ухудшилось. Ой, это отдельная тема. Да, не изменилось, не изменилось, 27%, улучшилось всего 7%, ну, около 8%, считаете, 7,7%. Да, почему мы, я попросила наш опрос озвучить, потому что мы начали, конечно, именно с сертификацией, сертификацией, которая касается продуктов, которые в итоге мы получаем на прилавках наших магазинов, но всех, наверное, зацепила история с кошкой, которую нужно куда-то везти, и, оказывается, нужно регистрироваться владельцем тоже в системе электронной сертификации ветеринарной, и что нужно для этого делать. Но поскольку всё-таки заявленная тема была немножко другая, мы решили тут с Сергеем Фёдоровичем, посовещавшись, сделать буквально отдельный эфир по домашних питомцев, да, кошек и собак, потому что, безусловно, это касается ещё большего количества людей, да, чем продукция. Вернёмся к продукции, обещаем, что сделаем такой эфир, даже откладывать не будем, может быть, даже на следующей неделе сделаем. Вот, возвращаемся к 1 июля и к расширенному списку продукции, которая должна будет в электронной системе быть зарегистрирована. Вот уже сказал Сергей Фёдорович в начале эфира, что, на самом деле, с 2015 года ведётся работа, и более 90% хозяйств зарегистрировалось. Остался подвешенным вопрос мой по поводу мелких хозяйств, которые ещё не зарегистрировались, и что с ними сейчас происходит, я попросила вас пример малмыжа привести. Это личные подворья, фермерские хозяйства и мелкие хозяйства. Да, действительно, личное подсобное хозяйство – это та категория, которая ранее ветеринарно-сопроводительные документы не оформляла. Но, опять же, вот на примере Майлмухского района мы совместно с Минсельхозом Кировской области, при активном участии органов местного самоуправления, особенно главы аджимского сельского поселения Римма Мударисовна, такую систему выработали, как дальше-то каждый владелец личного подсобного хозяйства, производя молоко, производится молоко в личных подсобных хозяйствах и реализуется более 5 тонн в малмыжском районе, как быть владельцем личных подсобных хозяйств. Мы предложили такую систему работы через кооперативы, то есть решать вопрос путем кооперации, чтобы не каждый владелец личного подсобного хозяйства обращался в госветслужбу за оформлением ветеринарно-сопроводительных документов, а кооператив, который будет объединять владельцев личных подсобных хозяйств. Нужно сказать, что тема образования кооперативов, она очень актуальна для нашей области. И путем создания кооперативов, кооперативы получают и государственную поддержку на перемещение, на транспортировку, возмещение затрат на приобретение транспорта, холодильного оборудования, то есть возмещаться государством в часть затрат для их, так скажем, деятельности. Поэтому это в первую очередь получило поддержку владельцев личных подсобных хозяйств. И вот на сегодняшний день порядка трех кооперативов уже на территории Малмышрского района создается и создано. Мы, кстати, обсуждали с Сергеем Федоровичем эту историю по поводу кооперативов в нашей области. Это такая боль, как не пытались стимулировать прошлые годы объединение подсобных хозяйств и фермерских хозяйств кооперативов. Все не получалось, а фермеры жаловались, но объединяться не собирались. Но это сложно, это ведь договариваться надо. Мы и говорим, что когда появляется драйвер, как, например, глава уржумского поселения, тогда все получается. И нужно, наверное, обратить внимание главам поселений, что они могут помочь, они могут это сделать. И теперь уже кооперация, очевидный выход из многих сложных ситуаций. А как раз служба управления ветеринарией Кировской области тоже поддержит со своей стороны, да и поможет оформить все необходимые документы. Конечно, и это надо бы сказать, что очередной шаг в повышении качества продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. Ни один владелец личного подсобного хозяйства не сможет обеспечить температурный режим хранения, транспортировки молока. Мы говорим это 4 градуса, да, при такой температуре только молоко может приниматься на молокоперерабатывающие предприятия. Поэтому только через кооперативы, да, которые получают господдержку на приобретение холодильного оборудования, по сути мы говорим на обеспечение тех требований, которые предъявляются техническими регламентами Таможенного союза. У нас встается время, чтобы обсудить список расширенный, который должен был вступить с 1 июля в систему тоже электронной сертификации. И я прошу прощения, во-первых, я должна реплику слушательницы озвучить, я не могу не озвучить, потому что она о кошках, да, она о кошках. Но она больше к нашему опросу, наверное, относится. Галина говорит, что кошка сейчас не то что молоко, а сливки отказывается пить, вот и всё качество. Вот это вопрос нашего... Надо сказать, что вредно на самом деле кормить кошек сливками. Вот, и ещё, конечно, помимо списка, помимо списка продуктов, которые включаются тоже в систему электронной ветеринарной сертификации, хотелось бы проговорить вот для людей, для нас с вами, чем вот эта электронная сертификация может обернуться. То есть плюсы мы видим, нет фальсификата, но, по крайней мере, предполагается, да, что это поможет нас избавить от фальсификата. Мы в какой-то разномой идём сегодня. Почему? Давайте мы закончим потребительской ценностью, что выиграет потребитель, закончим этим программой, а всё-таки сейчас про расширенный список поговорим, да, с 1 июля. Вот мы перечисляли, что там должны были быть продукты такие, как ряженка, такие, как салаты, да, пресервы рыбные, мороженое и прочее. А вы сказали нам до эфира, Сергей Фёдорович, что сейчас идёт общественное обсуждение, и, возможно, список будет изменён. До 1 июля осталось совсем немного времени, 9 дней. Да, до 27 июня продолжается обсуждение проекта приказа Минсельхоза Российской Федерации, в соответствии с которым в перечень, действующий перечень продукции, подлежащей электронной ветеринарной сертификации, вносятся изменения. То есть на сегодняшний день мы видим, что из данного перечня исключается готовая молочная продукция, не упакована, упакована в потребительскую тару. Это то, что мы видим на прилавках магазинов, уже в потребительской упаковке, готовая к использованию. Мы на сегодняшний день понимаем, что продукция молочная, производимая на предприятиях переработки, на молокоперерабатывающих предприятиях, это, говорим, блочное масло, это мы говорим сыры, которые в упаковке, мы говорим... То есть не разрезанные и завернутые в целлофан, а именно в фабричные упаковки. Да, которые дальше вскрываются перед тем, как поступить на прилавок магазина. Данная продукция будет продолжать, значит, оформляться ветеринарно-сопроводительными документами. И надо сказать, что на сегодняшний день, с учетом того, что изменения вносятся не только по перечню, но и по видам продукции, содержащим определенный процент животного жира. То есть если мы говорим про мороженое, то есть на мороженое, содержащее, например, до 50% молочного жира, не будет требоваться ветеринарно-сопроводительные документы, а свыше 50% будет требоваться оформление в электронном виде сопроводительного документа. Поэтому, конечно, мы, учитывая очень сжатые сроки до 1 июля, по сути, в ежедневном режиме проводим различные семинары, совещания с хозяйствующими субъектами. Вчера большой семинар проходил в администрации города Кирова, собирали хозяйствующие субъекты. И сегодня будет. Мы будем работать по мере поступления заявок. Все проинформированы. Сегодня в эфире нахожусь, еще раз доводим информацию, подключены все средства массовой информации, сайты администрации муниципальных районов, городских округов, областные СМИ, районные СМИ. Поэтому весь комплекс работ, который требуется организовать и провести было в этот период, и правительством области, рабочей группой, созданной при правительстве области, он проведен. Есть ли какой-то телефон горячей линии, по которому можно реально дозвониться? Мы сообщим телефон тех лиц, которые ответственны за электронную ветеринарную сертификацию на территории Кировской области от Государственной ветеринарной службы. Это телефоны 62-76-89 и 62-55-47. До которого часа можно звонить? В рабочие дни, мы работаем с 8 до 17 часов, Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных, да. Ну и в выходные дни мы тоже организуем дежурство специалистов, вот по данным телефонов, в рабочие и выходные дни все, в том числе и физические лица могут обратиться по всем вопросам, любую помощь. И опять же, обращаем внимание, на безвозмездной основе мы окажем всем. Ну а мы со своей стороны, вот я уже взяла на карандаш, сделаем большой эфир. По домашним животным? Во-первых, по домашним животным надо не откладывая, наверное, долгие ящики сделать на следующей неделе, если вы не против, Сергей Федорович. Да, мы предлагаем рассмотреть вопрос, связанный с электронной ветеринарной сертификацией. Данная сертификация подвязывает еще и другие системы, созданные в Федеральной государственной информационной системе ветеринарии. Эта программа называется ВЕТИС. Берем на следующей неделе. Да, к ней привязывается и база лабораторных исследований, это привязывается регионализация территории субъектов Российской Федерации по заразным болезням. Их более сотни, вот данная регионализация, и статусы регионов определены. Вот как касается каждого владельца домашних питомцев, мы на следующей неделе разберемся. Но и хорошая идея, которую вы нам подсказали, это вопрос кооперации сельхозпроизводителей. Тоже сделаем большой разворот на бизнес. Но и еще раз не забывайте, всех, кого касается сегодняшней темы, в 15.00 ждут на семинаре. Спасибо.